ОСОБОЕ МНЕНИЕ НА 101FM Радиостанции и нашей группе ВКонтакте Все это называется Кировград Ну что ж, не будем долго томить У нас накануне прошло заседание Организационного комитета По юбилею города И хотелось бы узнать, что вы обсуждали на нем Что было Какие задачи ставятся Что нового может быть Как вы серьезно? Обсуждали юбилей Юбилей нашего города Ну, во-первых, наверное, пользуюсь тем, что Этот эфир у меня первый в этом году Я хочу поздравить всех кировчан С тем, что у нас стартовал юбилейный год Мы живем с вами уже в год Когда будем прознать знаменательную дату Круглую дату Важную дату Потому что все-таки 650 лет Немного городов, кто может гордиться подобными Сроками существования Помимо всего прочего Мы с вами Идем по пути Такого достаточно позитивного Развития Что я очень надеюсь Ну, позволит нам Сохранить хорошее настроение В течение всего года И зарядить нас До следующего юбилея А по поводу того Что позитивного С чем мы входим Да, то есть Ну, если говорить о работе Которая проводится в рамках подготовки юбилея То, наверное Следует отметить Что работа ведется достаточно активно Еженедельно По несколько встреч, совещаний И обсуждений Мозговых штурмов Проходят По разному спектру Но что конкретно Вот обсуждается Именно Я сейчас об этом все расскажу Да, то есть Может быть Конечно, большинство кировчан Остается в неком неведении Да, что же все-таки обсуждается Потому что По большому счету Ну, уже приходится слышать А где, собственно Сам юбилей Вроде как Говорили о том Что вот он там 24-й год Стартанет У нас Сейчас идет И Ну, до Я думаю Конца весны Будет завершаться Крупный блок Связанный с Благоустройством Да, то есть Это ремонты фасадов Это ремонты зданий Это благоустройство пространств Для того, чтобы Собственно Уже потом В течение Периода С июня И до конца года Нам уже Ничто не Не мешало Насыщать Эти пространства Событийными мероприятиями И Собственно Отдыхать Радоваться И праздновать Всем городом Наш юбилей Прошедший оргкомитет Был достаточно Такой Насыщенный Несмотря на то Что Вроде и немного вопросов Всего три Но по содержанию Он оказался Достаточно насыщенный Первый вопрос Это вопрос Связанный с Информационным сопровождением Юбилея И здесь Мы Обсуждали Вопросы Стратегии Того Как будут Освещаться Мероприятия Где будут Освещаться Какие будут Привлечены Для этого Источники Ресурсы Федерального Уровня Регионального Уровня Какие Смыслы Какие лозунги На что мы будем Делать акцент То есть Это такой Достаточно Объемный Пласт Тем и вопросов Которые Собственно Ну Наверное Точнее Не наверное А достаточно Важные Потому что Если Люди Не будут Знать Из Такого Неприятного Части Неприятного Положения В котором Мы находимся Сейчас Когда Многие Новости Из области Они Такие Либо Негативные Либо Криминальные И так далее То есть Нам Необходимо Менять Отношения И В первую Часть Жителей К своему Городу И Гостей Вовлекать Людей В всей страны К тому Что Что такое Кировская область Поэтому Этот вопрос Обсуждался Достаточно Бурно Достаточно Активно Было Достаточно Много Предложений Да То есть И Я думаю Что Многие Из этих Предложений Как раз Будут Учтены Потому что По большому Счету Оргкомитет Это В том числе Там Действующие Предприниматели Действующие Общественники То есть Которые Знают Понимают Что такое Информация Как с ней Работать И Какие Тут Есть нюансы Как сделать Там информацию Более интересным Как сделать Контент Насыщенным Востребованным И так далее И Два Вопроса Касались Подождите Давайте Мы с вами По первому Что Может быть Взяли Скажем так На заметку Что будет Из предложенного Как бы Развиваться Или еще Обсуждаться В дальнейшем Мы говорили О том Что Крайне важно Чтобы Ну Грубо говоря Мысли Слоганы Которые Мы пытаемся Донести На Внутреннем Поле То есть Жители И Поле Вне Предела Кировской Области Они все-таки Были различны Чтобы мы Понимали Что Что мы Хотим Чтобы наши Жители Жители города Жители области Стали гордиться И Что Для Этого Мы Должны Показывать О чем Должны Рассказывать В каких Форматах И Соответственно Там Аналогичный Формат Точнее Аналогичная Выработка Там Своеобразной Стратегии Да Там Для Работать На Федеральном Уровне То есть Для Этого У нас Есть Удачная Возможность На мой Взгляд Своевременная Возможность Это Выставка России Которая Собственно Проходит На В ДНХ То есть Для Использования Ее В плане Информирования О юбилеи И о Кировской области Это Отличная Площадка То есть С тем потоком Людей Которые туда Приходят С тем количеством Мероприятий То есть Это Хорошая Возможность Туда И Именно Поэтому Вот эту Практику Когда у нас Выезжают туда Организации Министерства Тематические Какие-то Направления Да Там И Презентуют Своё Она Будет Поддерживаться До Последних Дней Существования Выставки А потом У нас Ещё Будет Возможность Презентации Кировской области В павильоне Рабочей колхозницы Это Ещё один Из проектов На ВДНХ Где нам Бесплатно Отдают Целый Павильон Где мы В течение Месяца Будем Показывать Рассказывать О себе Это в рамках Какой-то программы Это в рамках Плана Проведения Юбилея В рамках Помощи Которую Оказывает нам Федеральное Правительство Помимо всего прочего Это и крупные Мероприятия Которые будут Проходить В частности Санкт-Петербургский Экономический Форум Где тоже Мы В этом году Будем участвовать Именно С темами Нашего юбилея Рассказывать О том Чем мы можем Быть интересны Не только С точки зрения Истории Но и с точки зрения Экономики И современного Развития Вот И Таких мероприятий Набирается В том числе И Это вот Отдельное Одно дело мероприятия И другое дело Это какие-то отдельные Информационные компании То есть Это прокат роликов В метро Это Фотовыставки На улицах Крупных городов И так далее То есть Это вот То что касается Федералов То что касается Регионального уровня Да Ну Понятно Что Здесь Люди будут Принимать участие В событиях И Собственно Это уже Одно из направлений Того Как формировать Положительные отношения Ну и другое Это вот Собственно Нацеливание Наших Информационных Каналов СМИ Блогеров Соц Соцсетей И так далее На позитивный контент Да То есть Не приказным путем Да А именно путем Того Чтобы предоставлять Достаточное количество Информации Интересной информации Самое главное Интересной информации Да Для того Чтобы Собственно Можно было формировать Именно позитивную повестку Для наших СМИ Ну и Там Заканчивая Это тем Что Город должен быть Оформлен Это И Не только Оформление Там С точки зрения Благоустройства Там Какие-нибудь Баннеры И так далее Да Но мы об этом Тоже поговорим Сейчас И в том числе Это и Различные Информационные Элементы Через которые Люди Собственно Тоже будут узнавать О событиях Которые будут происходить Да Ну вот Просто для примера Там День города 12 июня День России Уже В план Включено Более 100 мероприятий В один день Да То есть Это как успеть То есть Сделать Уложить Вот И поэтому Как бы Для того Чтобы люди Могли выбирать Да Там Могли участвовать В том Что им интересно Да Там Они должны быть Проинформированы Одно дело Когда это Там Афиши Размещенные На сайтах Там В СМИ И так далее Другое дело Когда Там Это может быть Визуализация В виде каких-то Информационных Стендов И каких-то Иных способов То есть Вот Направление Очень большое Но Отдельно Еще было Обозначено Направление Это Работа С получением Обратной связи Потому что Крайне важно Как люди Будут воспринимать То что происходит Ну конечно То есть Вот эту тему Тоже отдельно Проговаривали Ну скажем так Ее обозначили Сейчас В качестве Главной И я думаю Что к следующему Оргкомитету К марту Да То есть Мы уже будем Обсуждать Какие-то готовые Форматы Инструменты То есть Пока что Это на моменте Обсуждения На моменте Предложений Да То есть Суть в том Что Вот этот процесс Это Процесс подготовки Он живой Организм Потому что Постоянно возникают Какие-то новые условия Новые идеи Новые требования Новые форматы И поэтому Говорить о том Что На 12 июня План мероприятий Закрыт Нет Такого Точно Нет То есть Опять же Переходя К следующим вопросам Обсуждалось Два мероприятия Из четырех Всего обозначено Четыре ключевых даты Это 12 июня День города День России День Кирова 29 и 30 июня Это день Молодежи И ночь города 21 июня 22 сентября Это день рождения Кирова То есть День основания Кирова И Старт проекта Новогодняя столица России Это уже Начало декабря Вот как бы Четыре Реперные Такие основные точки Понятно Что Помимо этого Еще У нас Никуда не девается Первое сентября И много других праздников Которые будут Которые они ежегодные По сути Вот На уровне Комитете Обсуждалось Два Проекта Двух Мероприятий Это День России День города 12 июня И День молодежи Ночь города Какие-то наметки Уже Нет Там уже Вот я уже сказал Что На День России День города Уже более 100 мероприятий Которые есть В плане И это Мероприятия Которые пройдут Не только В центральной части города То есть Там Охватность Бахтали Нгасова То есть Это практически Весь город Да То есть И это Изначально Мысль Александр Натянович Как раз Задачу ставил Перед оргкомитетом Что у нас Юбилей не Центра города Да То есть У нас Юбилей города И поэтому В каждом Микрорайоне В каждой Деревне Селе Который Входит В состав Муниципального образования Город Киров Должны происходить события Связанные с юбилеем И вот Уже сейчас Набирается Их больше Я думаю Что Как бы Опять же Количество Не застопорено Будут Какие-то Ключевые вещи Да То есть Ну Если Предположим Анонсировать Ключевые вещи Да Есть идея Вот Может быть Несколько Скоропалительная Я об этом Говорю Но Я думаю Что Может быть В обратной Связи К вашему К нашему Эфиру С вами Да Мы Получим Понимание Того Что Прокатывает Или Не прокатывает Была Хорошая Традиция Остается Хорошая Традиция Это Проведение Шествий Парадов И вот Есть Идея Провести Шествие Юбилейное Шествие 12 июня Жителей Города Представители Предприятий Организации А в каком формате Это будет происходить Там будут Какие-то Шествия Ну Не просто Демонстрации Ну Вы слишком юны Чтобы помнить Что такое Демонстрация Но я думаю Что многие Те кто постарше Помнят Что такое Демонстрация Когда у нас Проходило в год Там Четыре Три или четыре Демонстрация Когда люди Собирались Вместе Им просто Было хорошо Что они Собрались Вместе Они проходили Какое-то Расстояние И Дальше Они Разбредались По разным Площадкам Кому Что интересно И Возникла Идея Почему бы Не попробовать Возродить Этот формат Демонстрации Когда люди Просто Выйдут И поздравят Сами себя И всех Остальных С хорошим Позитивным Праздник Много Вопросов Даже не пытайтесь Меня сейчас Пытать Потому что Здесь На самом деле От того Откуда И куда И идти Куда Потом Расходиться И Как Красиво Организовать Этот формат Я думаю Что В ближайшие Недели Две Отдельно Будет Собираться Рабочая Группа Которая Будет Это Разрабатывать Но Могу Сказать Как Человек Который Много По Области Ездит У нас Наверное В третьей Районах В рамках Их Районных Праздников Есть Что-то Подобное Где-то Это Карнавальное Шествие Где-то Это Просто Демонстрация Где-то Это Тематическое Шествие И Это Всегда Воспринимается Очень Хорошо Много Кто Участвует И Каждый Год Количество Участников Растет А остальные Жители Выходят И Просто Смотрят И Наслаждаются Это Красиво Это Масштабно Да Поэтому Это Первый Момент Второй Момент Касаемый Дня Города Дня России Дня Города Это Будет Соревнование По Селовому Экстриму На Театральной Площади То есть Если Кто-то Хочет Посмотреть Как Двигают Камазы Или Автобусы Будет Уникальная Возможность Посмотреть С чем Связано Именно Это Решение Почему Именно Такое Представление Ну В рамках Опять же Подгодовительной Работы Много Было Контактов С разными Структурами Федерациями Какими-то Яркими Проектами Да То есть Как обычно Формируется В том числе План Выходят Разных Представителей И вот Идея Соревнований Проведения Соревнований Это не просто Показательное Выступление Соревнования По силовому Экстриму Они пройдут На театралке И я думаю Что это соберет Немало Людей Ну да У нас такое Не каждый год Происходит Я думаю Это будет интересно Интересным На мой взгляд Проектом Может быть Точнее Будет Ну наверное Будет Я очень Хочу в это Верить То что Постепенно Блок Активности В течение Дня Будет перемещаться С театралки На Октябрьский Проспект Где Планируется Опять же Проведение Большого количества Соревнований По Автокартингу Там По другим Дуатлону И Будет Большая Сцена На которой Вечером Будет выступать А студию Да То есть И как бы У нас уже был Подобный опыт Там Когда на Октябрьском Проспекте Проводили Подобные Мероприятия Это Снимало Ограниченности Предположим Театральной площади По количеству Зрителей Увеличивало Это количество Зрителей И это Смотрелось Очень хорошо Там же Получается Все равно Театральная площадь В любом случае Останется Задействована Там же Не только Это все Слушайте Еще раз говорю Тут площадки По крайней мере В центральной части Будут задействованы Все там Часов до 8-9 вечера Вот То есть Все Включая От театралки До набережной Спаска Все это Будет задействовано Плюс Усиление Этого плана Это Проекты Которые Победили В рамках Грантового конкурса Город добрых соседей Это проекты Непосредственно Самих граждан Самих жителей Да То есть Которые они будут Реализовывать На различных Пространствах Опять же Ну вот В основном Там В тех же Там Сельских территориях Отдаленных Микрорайонах В парках Наших городских То есть То что Грубо говоря Не войдет В план Мероприятий Центра Официальный То есть Нет Они войдут В официальный план То что не вмещается В центр Условно говоря Да То есть Будет распределено Ну не будет распределено Они там сами Выбирают Эти площадки Да То есть И как бы Будут проводить Но Опять же Вот Есть понимание Что Там Мероприятиями Накроют город основатель Естественно У нас Вся тематика Сегодняшнего эфира Мы о третьем вопросе Не будем говорить Оргомитета По дню молодежи Вам-то это должно быть интересно Ну можем По дню молодежи Давайте Продолжим Стратегия Максимального заполнения Событиями Большого количества Площадок Большого количества Всевозможных Разноплановых Тематических Событий Она как бы Распределяется На день молодежи То есть Опять же Задействовано Много Пространств Много мероприятий Спортивных мероприятий Культурных мероприятий Опять же Отдельный Будет Блок мероприятий Большой блок мероприятий На Октябрьском Проспекте Это В том числе И выступления Кавер-групп Наших кировских И Наверное То что Многим Молодым людям Хочется Уже достаточно Давно Проведение Концерта Хамалии Наваири Вот Это шоу Дронов То есть Это вот Как бы В той части Плюс То что Будет задействованы Паркирова Который К этому Времени Уже Окончательно Будет Доремонтирован И запущен Вот Тоже Есть Фишка Фишка Будет заключаться В событии Которые Носят название Встречаем рассвет То есть Где-то В районе Двух Часов ночи Да То есть Все Все будут Приглушены На Нашу набережную Такое же проводилось По-моему Как-то Насчет Кирова Я не помню И будем встречать Рассвет Новый день Романтика Для молодежи Там обсуждаются Много сейчас Вариантов Это и там Салыми парусами И разное Все другое Вот Но Как бы Само по себе Сама по себе Идея Вот этого Встречи-рассвета Как Фишки Дня молодежи Ночи города Да То есть Она вот Как бы Закреплена Проводилась Да Не помню Сколько лет назад Ну Года 4 точно Лет 5 даже Наверное Не приурочено Это было По-моему Где молодежи Но у нас тоже Проводилось Там Именно тоже Приглашали всех На набережную У нас Выпускной был Не-не Это был не выпускной Это было чуть позже Школьники Это и выпускной В последний звонок Всегда обычно тоже Нет-нет Это было попозже Уже Когда мы все выпустились Вот Вернемся уже К вопросу По подготовке фасадов Мы вас услышали Спасибо Кстати Пишите комментарии Естественно На то что интересно вам И Я думаю Что для многих Тоже такая больная тема Сейчас Это Кроме Естественно Логотипов Юбилея То есть В принципе Того как выглядит Наш город К юбилею города И Что вообще происходит У нас начинаются Ремонты Автовокзалов И диорамы И парков Всевозможных То есть У нас очень-очень Много планов Успеется ли Все это сделать То есть Осталось буквально 3-4 месяца Это же Не мы с вами Простые люди Которые Решили построить Сарай Ну конечно У каждого контракта Есть свои сроки Да То есть И поэтому Как бы Все сроки По всем ремонтам Вот этим Благоустроительным Ремонтным работам Они Приурочены к тому Чтобы до конца мая Все это закончить А форс-мажоры Подрядчики Еще раз Вот Давайте так Да То есть Вот как бы Вы задаете вопросы Вот все что я вам Сейчас могу сказать Что все контракты Должны Как бы Быть выполнены Там до Начала Событийных мероприятий То есть Грубо говоря До 12 июня Все должно быть выполнено Дальше Мы с вами Можем уже Начать фантазировать Какие форс-мажоры А вдруг Ураган налетит А вдруг Подрядчики Нехорошие Я понимаю Что это все Имеет место быть Да Там Но пока Мы Там Есть понимание Что по всем Ключевым Объектам Которые нам Необходимы С точки зрения Преобразования города Да Там И встречи гостей Да Там Есть контракт И эти контракты Пока что соблюдаются Да То есть Мы может сейчас Не видим там Ремонтов Понятно почему Да То есть Но как только там Первые лучи Весеннего солнца Заиграет Я думаю Что мы снова увидим И леса И Будем надеяться Будем надеяться Встретит нас Все таки Весна Очень красивой И ранней И ранней Теплой Да Дай бог И Тоже Такой Объект Немаловажный У нас В городе Это Александровский сад У нас Ротонды Несчастные Которых очень Многие говорят То есть У нас С мая Прошлого года Их пытаются Все отремонтировать То есть Сейчас Как-то Ну Воздействовали На подрядчика Который Все это Ну Не стал делать И До 1 июня Перенесли срок И На данный момент Вы можете сказать Что У нас Так же Продолжается Работа Ну Все хорошо Все пока В плановом Держиме Да То есть Опять же Ситуации С Недобросовестными Подрядчиками Форс-мажорами Да Ну Понятно Что Никто не застрахован Никто не идеалист Да И все понимают Что они могут быть Соответственно Там Никто Никто не останавливает Работу Как только Там Какие-то Начинаются Сбои Предположим У подрядчика Начинают Искать Возможные Замены И так далее То есть Процессы идут Я могу сказать Что Еженедельно По выходным дням У Александра Валентиновича Проходит совещание Со всеми Вот Службами Министерствами Связанными Со строительством Городской администрации Где они обсуждают Вот Ну Держится на контроле Этот вопрос Все эти моменты С фотографиями С фактами И так далее Ну то есть Как бы Я не увидел Пока что Ни одного лица Которому было бы Все равно Да Или же Который бы Спокойно бы Пропускал Там Какие-то сбои В этих планах Ну что ж Замечательно Будем надеяться Что сроки будут Соблюдены Что и погода Нам тоже будет Помогать Что ж У нас подошло Время небольшой рекламы После которой Мы обязательно вернемся Особое мнение На 101FM Что ж Мы вернулись После небольшой рекламы И у нас Осталась Буквально пара вопросов Которые хотелось бы Обсудить И с чего бы Хотелось начать Это создание Молодежного совета При губернаторе Для чего он создан Чем он будет заниматься Потому что у нас При главе города Насколько мне помнится Он был И сейчас Его формируют снова И То ли это никак не освещается Ну давайте так Да То есть Вы согласны с тем Что Нужно создавать условия Для того чтобы Молодежь могла Продуцировать Свои идеи Конечно Отлично Вы согласны с тем Что У нас кто Чей эфир С тем что Предположим Сегодня Молодому человеку Очень сложно Свою идею Презентовать Даже там На любом пространстве Да Потому что Очень часто Он упирается В то что Как бы Те кто с ним общаются Чиновники Или кто-то еще Там Ну Не заинтересованы В их идеях Вот Александр Леонидович Много встречается С молодежью И это я думаю Все это замечают Все это видят И это как бы не Какая-то там Формальность Да То есть Ну во-первых Он сам Долгое время Занимался Молодежной политикой И там возглавлял Российский союз Молодежи И поэтому Ему эта категория Она достаточно знакома Это раз И во-вторых Но он отдает Себе отчет Что У молодежи Накопилось Достаточно Количества Всевозможных идей Никто не говорит О том Что вот эти идеи Там на 100% Идеальны Что эти идеи Вот надо просто Сейчас сразу брать И как бы Они просто имеют Место быть Начинать Есть и другая проблема В том Что многие молодые люди Ну не особо критично К своим же идеям И относятся Да Там Знаете А давайте-ка мы сделаем Там Построим Эфиревую башню На театральной площади Да Построим там Какую-нибудь там Самую высокую башню в мире Да То есть Но для того Чтобы вот этот Навык критичности Формулирования своих идей Он развивался Для этого Должна быть Возможность Работать В том числе С экспертным сообществом В том числе С людьми Которые заинтересованы В том Чтобы Слушать Слушать И слышать Идеи И в этой связи Александр Литин Человек Который готов Слушать И слышать Да Поэтому там Собственно роль Общественного совета Это возможность Это площадка Где молодые люди Могут Говорить Свои компетентные Идеи Непосредственно Первому лицу региона Который с ними Готов их обсуждать Если Там Ну Кто знаком С Александром Валентиновичем Знает Что он Человек Достаточно Быстро Заводящийся На обсуждение Хороших идей Да То есть У него Это У него И опыта Жизненного Много И опыта В политика В политике Много Одна из причин Одна из причин Как бы Очень часто Умирают Подобные Там Общественные Молодежные Объединения Советы Как раз Заключается В том Что Молодежь Приходит туда Для того Чтобы Как бы Послушать Чтобы Им Дали Какие-то Ценные Установки Советы И они Начали Что-то Делать Ну Сейчас Другой Формат Сейчас Если Ты не Пошевелишься Сам Что-то Не начнешь Предлагать То Как бы С тобой Не очень Интересно На разные Темы Не о чем Говорить Да И поэтому Вполне вероятно Как бы Вот может быть Там Предыдущий совет Столкнулся С этой ситуацией Что они Вот их Объявили Собрали И как бы Вот они сидели Ждали Кто же их Дальше соберет Для того Чтобы Там поговорить Пообщаться Они бы Вот сидели Фантазировали Вот С другой стороны Ну Вот есть Уникальная Возможность И это тоже Кстати на оргкомитете Прозвучало Что А почему бы Нам там День молодежи И ночь города Не отдать На самоуправление Собственно Самой молодежи У нас есть Молодежный оргкомитет Да По юбилею Почему бы Ему не провести Мероприятие Которое В день молодежи У нас много Других Всевозможных Форум Самоуправления Молодежи Которые созданы Там Молодежный совет Города Там И так далее Ну Вот хорошая возможность Для того Чтобы себя проявить Вот Подключаться К этим процессам И брать на себя Ответственность И вести Какие-то мероприятия Площадки Ну а вот Предложенное Ребятам Оно Как вообще Будет проходить Там все равно Живут И предложения Будут Как бы Ну мы вас послушали А дальше что Вот что будут делать Все Я как раз Об этом и говорю Да что Очень часто Вот это сталкиваешь Что там А давайте Мы там Выраем Сделаем метро В городе Киры Ну Понятное дело Мы же не про абсурд Говорим Но с другой стороны Есть пример Предположим Обсуждение Благоустройства Парка Вокруг Дворца Мемориал Которое Собственно Проводила Сама Молодежь И сегодня Как бы План Деньги На благоустройство Парка В соответствии С этим планом Который они презентовали Не только там Министру Но и губернатору Да то есть Деньги в бюджете Заложены Да то есть На реализацию Этого плана Ну то есть Удачное такое Скажем так Сотрудничество С молодежью Продуктивное Неудачное Продуктивное Да то есть И вот как бы Стремление Это как раз К этому Да то есть У нас есть Даже в городе Добрых соседей Проекты Немало проектов Для молодежи Которые собственно Подготовлены Самой молодежи И то что они будут Реализованы в течение года Это тоже хороший знак Да то есть Вот как бы Условия есть Но сейчас получается У нас Происходит так Что для молодежи Просто начали создавать Условия для работы По идее То есть В политике Знаете Вот мне не очень нравится Это слово Но я его скажу Начали создавать Лифты Лифты Да Социальные лифты Когда человек Со своей идеей Да там может Оказаться в нужной точке Для этого Надо шевелиться Для этого Не надо ждать Что придет Какой-то там Дядя добрый И поможет И как бы Порешает за него Там с его идей Вот поэтому Как бы Я думаю Что вот эта работа С молодежи Она Она не Быстро Результативная Потому что Многие годы Там ситуация была Когда вот действительно Там Забирают молодежь Ну говорите Что вы хотите Молодежь Что-то наговорила Все Встреча закончилась Забыли Да То есть Сейчас ситуация Другая То есть Цель заложить фундамент Говорите За что вы готовы Взяться Мы будем помогать Но за что Вы сами готовы Взять ответственность И это Ну процесс Я думаю Что нескольких лет Что ж Будем надеяться Что работа Будет активно продолжаться И наш город Расцветет К юбилею Спасибо большое Что пришли к нам Было очень приятно С вами пообщаться У нас в гостях Был советник губернатора Кировской области Михаил Курашин Всего доброго До свидания До свидания Спасибо Особое мнение На 101FM